Андрей да мы хотели с тобой поговорить мы знаем у нас есть какая информация тебе какая ты не переживай мы хотим просто поговорить мы хотим поговорить насчет хамелеона какого в котором ты сидел то наверно не знаю ты прекрасно знаешь парни выучено так проставляете вообще вариантов других не вы понимаете просто то что следующее я буду его друг чем те сделать у него нет друзей сами посмотрите что у нас больницы исполнял а то есть когда психиатрин лежал да да как раз у нас отделение как его искать вообще есть какие-то вообще ребята но включайте мозги где он может быть раз он употребляет значит надо искать притонах или же искать через трупы через мертвяков то есть через эти ситуации чем воняет пороху то есть его убил чувак получается который передал походу да потому что этот думал что там очередная доза по факту она казахская хрень чё хамелеончик хамчик попался какой хамелеон вы о чём мужики полито таком поймать мы поймали какая полиция ну шарфа какой хамелеон вы о чё хамелеон ты чё не ты не понимаешь что мы тебя поймали какого дружка я ворон я не хамелеон я не знаю вы не того взяли ребят всем привет хамелеона мы это вот так они поймали так него не вышли у нас совсем мало зацепок мы побывали в различных притонах с различными уже обгашенными и нам это толку никакого не принесло так по мелочи какие-то наводки на других же в притонах а фоторобот его я не уверен что соответствует действительности потому что но как-то мне кажется он мог уже спокойно изменить внешность при том что тот рассказывал полицейских него борода и так далее но при этом никакой бороды тут ничего вообще нет ну и фоторобот это как бы не фотография ну да это прошла на компьютер фантазии человека то есть как он это видит может быть его видение вот нам сказали про притон как вы помните тот чувак шарфики который там дилер или кто не знаю вот и перед этим мы хотим снова заехать к тем двум ребятам которые тогда были просто невменяемые хотим с ними снова попробовать поговорить может сегодня добьемся какой-то от них информации мы сейчас с кириллом подъехали уже к этому дому попробуем с ними пообщаться если они в нормальном сегодня уже состоянии предначалом видос подпишите на канал поставьте лайк набираем 40 тысяч лайков я пуска продолжение желаем приятного просмотра ребят ни для кого не секрет то что я играю в gta на проекте black russia многие мои подписчики об этом знает 12 сервер white и я создал уже даже беседу в которой набралось тысяч человек мне пришлось создать новую беседу где можно до 3000 человек объединяться все друг другу помогают реально я удивлен тому что многие ребята также залетели также рубятся и друг другу все подсказывают но ребят я обещал вам различные плюшки и различные промокоды которые реально вкидывал беседу но они были на ограниченное количество вводов сейчас же новый абсолютно промокод маньяк вот вы видите сейчас на экране по нему вам дается vip platinum на 12 часов то есть на часов я думаю вы далеко сможете продвинуться в игре и этого вам достаточно будет для того чтобы как раз таки неплохо развиться и также для любителей вкинуть небольшую там сумму денег на донат чтобы естественно опередить остальных игроков и быть на голову выше них также для вас есть бонус это купон x2 на донат то есть образно вы вкидываете 100 рублей а получаете бонус еще 100 итого 200 поэтому ребят вводите в игре этот промокод также для новых игроков есть еще вот этот промокод по которому вы также получаете бонусы в самом начале игры короче ребят просто залетайте если вы новенький то вот вам уже два промокода по которым вы просто реально улететь в космос сразу и разовьетесь очень-очень круто ссылка на gta в описании под роликом переходи скачивать и начинай играть ты помнишь не помню 222 да надеюсь что сегодня не без какого-либо конфликта на связь пойдут потому что ну не хотелось бы да они в итоге нормально же тогда тихо слушать он же дай о чем он как всегда на нем так и и и и и и и и и даю сдаюсь да и все так это вы же сказали больше не попадаться вам на глаза вот и побежал откуда шел матери заходил матери я чего не таем зовут и как-то мать не в 222 случайно курсе рассказ как есть логов зоне ладно парни не делайте мне мозги и так проблем хватает нормально же давай разговариваю и рассказывать все как есть что не забыл я не 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 но я позвоню нет нет не хочет ли сесть присядешь не веришься сейчас не надо не я все скажу сейчас я натуре звоню давай рассказывать вот как вы сказали от митя уже заходил но этому уже понял давай речь сегодня не даты не надо отключить ну вот за деньгами я заходил деньгами чё сумки ничего нету в сумке эти херни там снимать то товар там передаете так далее нет не за этим за этим деньги деньги есть у нас группа которая занимается короче ювелирка и карманники квартирники вот ворок несколько человек да ну ну есть у нас место куда мы это все сбываем не будешь жить на улице передавать с рук в руки все полина пока сбываете не они потом группу входит не я не вижу нашел и друг у меня и так уже проблем много группу входит для дом подпалили я вам ничего не скажу если дом подпалили вот на неделе подпалили дом дверь соседи хорошо услышали зовут затушили его меня разбудили очень думаю что мы причастливая не просто после прошлой встречи нет я боюсь я и так хожу оглядывается падение скорее всего один раз я вам тут произошло быть причем нет я не скажу я и так много вам разболтался я меня кому-то он полиция слушай из-за дня из одной и он входит в группу кто входит вот эти два чудика но были мы да на фургончике катались мы с метями с хамелеоном вонял пиздец этого фургоне да вот привозили на базу там все складировали потом распределяли между собой а чем воняло я не знаю не разбираюсь вонючий фургон только газель то ли что-то такое звоню за чей фургон хамелеона может он на нем крастор паков ты перевозил слушай так то да но там же говорилось о том что он как-то бальзамирует что запаха вообще не было не добавляла вот сначала забирала то есть первоначально стали думать вот отсчет и решил что у тебя сфера деятельность такая что у тебя всегда могут быть проблемы причем тут из-за нас подожгли только из одной ситуации ты да я вот позавчера шел домой около подъезда и с окна при сверху перели прилетел кирпич ну ты по нам один год ходили под разрушенными зданиями да нет я около дома своего не по заброшка вот как раз вырученные стал он был там забрался слил все вот я заходил забирал жить тогда что-то надо так где вся ваша группа обычно там собирается все это проходит ты говоришь из рук в руки опасно есть притончик на ломоносовской самый ходовой че за притончик на ломоносовской суп парни я не скажу ничего больше как выглядит что за здание чего за корпуса заброшка обычная от запрос да там бомжи собираются он типа сквозирует а тогда они же не будут обрыться нигде ложек ростки будто визируется мне кажется это в заброшке подвальчик есть незаметно там у нас база была попробуем его может собой возьмем и не парни я поджал вы тебя не видят и нас не я все пошли отойдем чем поединка заброшка на ломоносовской суфу хочу нет тем более если там реально бомжи одни сейчас не будет там никаких серьезных проблем у вас все безопасно звучит да а мошка не зацепка то будет пошли немножко из товар в плане матри суть в том что вот я и чего пытался добиться узнать кто входит выход в группу то что тогда сказал что они знакомы с хамелеоном он лично тогда передал вам посылку и вот краски убедился что хамелеон был с ними не ездили на этом фургоне и то есть возможно он как раз таки с ними вот эти бабки от которые у него там в сумке пилит слушай только я запутался может им не объяснишь вот он говорит они ездили с хамелеоном с этим а когда это было я вот это только не понял это до всех ушки вообще было или вот уже после побега мне кажется это все уже новые папки то вот только ну получается вот ребят как вы считаете если макс предполагает что это было относительно недавно то у этого парня есть связь с хамелеоном и может нам до связи мы же тогда что это понятно но может нам проще за ним как-то проследить но он шепутной он мы спалимся как не крути да и шанс странам он выходит то есть одно делка мы следим за людьми которые просто как мы даже не подозреваем делом то есть не смотришь стороной сторонам начи пофигу но он именно всегда на стрёме получается но у них образ жизни такой не себя на стрёме ну это может быть от чего-то на форму а там может быть вот это как раз поляло а может вот это здание или вот это здание тут вижу забава вот еще какую-то а это похоже на запрос что-то как-то она мне не нравится какую-то как-то стремновато сейчас это заброшка заброшка да надо было уточнить деревянное здание ну кто же знал я думал что заброшка там хоть завод заброшенный или все-таки он то фиг его знал что хочешь ну там вот уже завод какой-то мне кажется потому что машины едут активно ну да и мужик еще проходил к 1 комбинезоне раму и со панорамом здесь нифига больше нету именно имею ввиду то есть я смотрю вот видишь я сейчас туда-сюда так прибежался ну по карте да давай попробуем сейчас по посмотрим вот это потом вот смотри а тут паркуется здесь все-таки следы свежие я думаю да ну смотри замок-то новый висит свежий и тут решетки везде все равно в окно никуда не залезем а с той стороны посмотрим что думаешь пройти и тут решетки везде все равно в окно никогда не залезем где теперь нам ход с той стороны пройдем посмотрим посмотрим любом же должно быть окно ну вот на корняк и смотри двойки фокон тебя пролезть да давай там с той стороны пройдем то есть без проблем да посмотрим от реально есть макс слушай не привлекай внимание на хера ты орёшь макс не привлекай мне также привлекли внимание послушай меня вопрос к тебя вот как ты думаешь смотри вот эти типы рискуют свободы и так далее а по факту они зарабатывают мне кажется не не намного больше если не меньше чем ты на своей стратегии ломбарда там ни хера ничего мне кажется не платит но опять же они рискуют свободы и так далее но не только рискуют они все сидевшие уже тем более но горбат могилы исправит максимально бред и запрещенными делами заниматься когда можно на стратегию я не понимаю понимаешь не всем это близко как вспомнить даже гену который сказал что ему проще на заводе херачить 6 дней в неделю там до ночи за копейки чем допустим на той же стратегии зарабатывать 300 тысяч в месяц да ну там же почти думать у тебя даже и не надо по сути да по сути да просто и даже на телефоне можно ребят расшире сейчас зашла про этих дурачков торчков которые просто реально подставлять свою жопу сидят и ради того что просто вот у кого-то что-то из хаты вытащить и продать потом в ломбард за копейки ком-то барыги проще реально просто действует по моей стратегии играю в онлайн игру на телефоне где человечек поднимается забирать свой выигрыш только он улетает и я выявил алгоритм а вы наверно многие же в курсе про эту стратегию и она перестала работать поэтому если ребята вы когда-то там по ней играли то сейчас не пробуйте сейчас а стратегия изменилась я снял новый видос для своих подписчиков абсолютно новый ролик с а с новой стратегии с новым алгоритмом тут вот перед вами подсказка не нажимаете переходите и там я рассказываю как раз таки что поменялось и как сейчас зарабатывать сейчас работает все идеально а также дальше долбим зарабатываем уже по этому алгоритму подавать его 10 тысяч рублей в сутки каждый день также может зарабатывать вас вы пошли короче с той стороны глянем и сычок реально через окно пролезем вот окно а нет смотри там дверь дверь есть или вообще проход по-каку а то что там пройдем вот почему-то дурак ты не видно вокзал до рядом по ходу смотри в судью поди где ну ни хера слушай а может там что-то может быть как думаешь фонарик мы сейчас нам не мешал слушай а комнаты здесь дофига прям через был и кс раньше знаешь чем не кажется да скорее всего связанная ж.д. опять же может быть билеты даже здесь продавали кто знает тут именно прям советская по дверям посмотри я думаю многих подписчиков у бабушек дедушек или кто в деревне живет остались вот такие похожие двери напишите обязательно в комментариях если узнаете я думаю да просто мне тоже здесь не хочется долго находиться я не знаю тут видно они прям там проходы есть чё какие-то нет там продолжаются попробуй может на улицу выйти да а давай знаешь что здесь посмотреть всякие углы можно здесь что-нибудь заныкано а я с улицы с той стороны пройду может там еще один вход понял пакет стоял здесь или нет странно ну он может наверное стоял потом посмотрите тогда на это как у нас топ-кадре ну ли я сейчас чуть-чуть попозже что-то мне не хочется заходить в этот сарай посмотрите какая-то ненадежная крыша и это по ходу не сарай это бывший гараж кто-нибудь сможет объяснить кто точнее знает это яма для ремонта автомобилей короче это принадлежало железной дороге это все и машин там уазике потому что машинное масло вот что здесь осталось мне любопытно больше вот это здание почему потому что на нем за замок на нем получается решетки понятно что она не функционирует но как бы туда пробраться просто вот тот новый замок который макс трогал в теория в теориях могли повесить вообще ничего нет но не вот это здание очень интересно вот сейчас я зайду еще посмотрим и будем валить тогда наверное просто реально тот замок могли повесить люди который чуть здесь оставляет не знаю сейчас еще осмотрим суд в четыре глаза получается с максимум пойдем макс что такое он тебя ударить хотел беги заклинило Макс, я не могу выйти Он сел в машину? Тачку, тачку, да Походу, Соропченко его Я не знаю, держи, Макс Что такое? Я не могу, тут проволока, я запутался полностью в ней Давай быстрее, сейчас потеряем его Я полностью в проволоке Здесь неужели, мне кажется Двигайся Кто это был? Я смотрю, он крался И он на тебя целенаправленно С какой-то железной херой Он тебе по башке хотел удать А ты что, не слышал или ты думал, это я? Я не слышал, я вообще не обращал внимания Там подвал, какая-то щель Я в этот подвал и смотрел То есть это было запланировано, они знали, что мы тут будем? Или это я просто пока в окно кричал, реально прилег внимание Они здесь на самом деле Все может быть А ты его реально не слышал? Газель, нет, я не слышал Я в подвал тогда что-то смотрел просто с камерой Да и к тому же, может, это ты, хрен его знает Я не акцентировал внимания на этом Я не думал, что что-то может произойти Но у него была металлическая дубинка, которую он хотел Турбака какая-то была, да Я видел Мы просто их упустили сейчас на ровном месте Что мы сейчас, может, там, да успеем догнать В такой дороге ему жалко свое ядро А ты номера запомнил? Нет, я не запомнил номера На камеру у тебя не попали они? Возможно попали, кстати Возможно попали Сейчас тогда буду смотреть Белая газель, да? С какого там, синевата цвета Вот этот вот его прицеп, да? Таких ты сам знаешь, очень полно в городе Я понимаю И что, куда? Тут под наруска дороги, да? Тут сплошная, тут только направо можно Слышишь? Да А вдруг он нарушил Я думаю, им насрать Учитывая здесь полос ДПС Если у них что-то запрещенное Я сомневаюсь, что можно Тут вот единственная сейчас дорога прямо Ладно, я сейчас по камере попробую Номера попробую посмотреть Ребят, что с кровати? Где дружок твой? Какой дружок? Какой дружок? Какой дружок? Что тут сдохший кто-то? Давай открывай это какого-то Багаж Кто такие вообще? Куда хотите? Бля, хамелён, давай хернё не будем страдать, а? Какой хамелён? Кто такой вообще хамелён? Блён, выходи из тачки, показывай кузов Глуши машину Сейчас мусоров вызывать будем Глуши мусора, вы чё? Телефон убирай, убирай телефон Убирай телефон Ребят, давай, всё нормально Давай, чё вы хотели? Глуши машину Просто посмотреть кузов Всё, заглушил, заглушил Слушай, дорогу много спрячь, стволку в карман хотя бы Давай выходи Покажу в каждом кузове Ты всё вон чувствуешь, да? Кто хулятин? Давай, давай, давай Отсюда? Да Чувствуй запах, открывай Вот, смотрите, смотри, где-то у меня ничего Фу Мой ничё Он чё воняет так? Ну, что вы? Мусор я выкидывал, мусор я выкидывал Какой мусор? Давай прям Чё за бред? Что на заброшке мусор? Ты чё придумываешь? Дорого сейчас выкинуть на свалке А посадил ты типа в тачку, куда он взялся? Какого типа не знаю Он же запрыгнул в тачку Я тоже мне показалось запрыгнул Ну чё, ребята А где шарф твой? Какой шарф? Причём, ну, вы откуда вообще? Всё, 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 не вызывай Не фоткай, ничего Няхер мои, номера фоткай Давай, всё, езжай Всё, я сфоткал ваш номер, короче Да, езжай Да, молодец Да Да, будем ждать Нам угрожать, не надо Всё, садись, езжай О Давайте А чё сейчас было? Ну чё-то типа странно Не знаю, можно в тачку Чё, 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 чё? Чё, 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 чё не понял? когда я выходил помнишь я осматривался там пакет стоял с мусором от него не слону то есть его точно ну как мне кажется его не стояла у входа его потому что явно и запах был такой отвратительный возможно он реально мусор там скидал сейчас я пересмотрю ли пусть подписчики пересмотрят когда мы заходили камера была включена а чё он тогда именно в тот момент там был когда тот хер или тот чувак си мусор выбрасывал мне понравились ли чё а есть такой варик что он попросил там типа помочь что на него нападает но почему тогда не сказал нам что до подвез там напуганный чувак спрыгнул ничего не знал просто ножички нам наврал сейчас слушать но как минимум может он его просто пригласит пригрозил как тебе он же с оружием был пусть да вот эта дубинка металлическая может он заскочил сказал типа визель типа бошку прошибу он обосрался а тут еще какая-то ситуация из-за него какой-то в теории может быть короче думать что делать дальше короче наверно включать записи ребят всем спасибо за просмотр мы сегодня вообще ни на грамм не приблизились просто мы по сути в холостую съездили да ну то ли тот наводку левую дал но не я думаю нет вряд ли он левый бы дал что он боится же подписываешь на канал ставьте лайки 40 тысяч лайков ска продолжение и ребят залетайте по моей новой стратегии на локиджет сейчас она работает хорошо мы отладили все просто немного поменялась сама стратегии сейчас она просто идеально работает все зарабатывают там без проблемы подписчики и мы с кириллом и санек а то тут перед вами ролик не нажимайте как видите абсолютно новый видос повторяйте все строк за мной в этом ролике и все сложности там поверьте мне никакой нет от 10000 рублей каждый день думаю лишними уж точно не буду потому что у многих я думаю зарплата гораздо гораздо меньше чем 300000 то есть там сколько обычно средний тысяч 50 ну вот сами думаете на дома 3 нет на этом все до встречи пока